Главные героини выставки племенных животных – коровы. Буренки нервничают и переживают намного сильнее, чем люди. Даже выстроить их в один ряд для оценки судьи – задача непростая. Николай Илюшкин из Домодедовского округа рассказывает, главное – относиться к корове с заботой и уважением. Тогда и удой будет хорошим, и результаты конкурсов будут радовать. Его подопечная по кличке Соломка – дама с непростым характером, но уверенно завоевала на выставке первое место. Она вообще недоступная была, когда ее приучали. Но все же из-за красоты она победила. Эмоции вообще зашкаливают. Нет, на самом деле я не рассчитывал. Я рассчитывал на другую корову, а тут она у меня красавица. Оценивают буренок не просто по красоте, а по четким критериям. Очень важен внешний вид вымени, так как основная задача коров – давать качественное молоко. Если взять все признаки за 100%, то 40% отдаются параметрам вымени. Это переднее прикрепление, плотность переднего прикрепления, высота заднего прикрепления, выраженность центральной связки, расположение сосков. Затем 25% отводится на ноги, то есть это корректная постановка, вид сбоку, вид сзади. 25% – это оценка за общий тип, 10% – это оценка за крестец. В выставке приняли участие около 60 коров со всей Московской области. Мероприятие проводят уже в 25-й раз. Ежегодно оно привлекает десятки сельскохозяйственных предприятий. В седьмой раз «Звезд Подмосковья» принимает Ленинский городской округ. Для нас это важно тем, что собирается большое профессиональное сообщество животноводов, которые используют не только для демонстрации своих успехов на данной выставке, но и площадка для обмена опытом, для заключения каких-то контрактов, а также является площадкой для развития животноводства в масштабе Московской области и уже с привлечением гостей из разных регионов Российской Федерации. «Звезды Подмосковья» – это возможность познакомиться не только с лучшими фермерами, но и с новыми технологиями, которые позволяют достигать высоких результатов. Буквально за десятилетия, за последние годы мы добились очень резкого роста по продуктивности, по получению молока с одной коровы. Поэтому, по сути, что здесь происходит на этой выставке, здесь идет обмен информацией, опытом среди наших молочных животноводов. И, общаясь между собой, они понимают, как можно дальше продолжать и достигать повышение удоя за счет применения каких-то специальных добавок, кормовых кормов, за счет содержания коров. В свои стенды на выставке организовали производители кормов, сельскохозяйственные техники, ветеринарные клиники. Сергей Кузьмин представляет ветлабораторию. Рассказывает, без точных исследований в сельском хозяйстве невозможно убедиться в качестве продукта и в здоровье животного. В последние несколько лет мы достаточно активно развиваем именно сельскохозяйственное направление. Со многими из хозяйств, представленных сегодня на этой выставке, мы уже работаем. Работаем мы по всей России, на самом деле, представлены в Москве и Московской области для нашей лаборатории, но работаем по всей России, то есть со всех уголков нашей необъятной Родины нам доставляют пробы биоматериала. Договориться о предоставлении нужных услуг фермеры могли прямо на выставке. Кроме того, хозяйство региона представили лучшие породы кур, овец, коз и других животных, выращиваемых в сельском хозяйстве. Выставку с интересом смотрели не только профессиональные фермеры, но и обычные зрители. У каждого была возможность пообщаться с животными и даже продегустировать продукцию подмосковных производителей. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.